Причины январских событий 2022 года, глубокие политические реформы и строительство АЭС, эти и другие, актуальные для нашей страны темы, прокомментировал глава государства Касым Жумартукаев в объемном интервью республиканскому изданию Егемен Казахстан. Президент перечислил основные достижения страны в 2023 году и обозначил задачи на перспективу. Касым Жумартукаев заявил о необходимости фокусироваться на долгосрочных целях и не терять из виду стратегические национальные ориентиры. Раван Колобаев расскажет. Большое интервью президента Касым Жумартукаева газете Егемен Казахстан охватывает ключевые события последних лет, повлиявшие на жизнь казахстанцев. Рубежом, открывшим новую эпоху в истории Казахстана, стали январские события 2022 года. По мнению президента, к трагедии привели многолетние социально-экономические проблемы. Ситуация тогда была крайне сложной и напряженной. Страна была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе. Чтобы не допустить этого, все меры контролировались мною лично, ежечасно и круглосуточно. Оперативные совещания проходили и глубокой ночью, и ранним утром. В те дни самая главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство, восстановить в стране верховенство, законы и порядок. Анонсированные еще в 2019 году политические реформы, глава государства начал себя, ограничив свои полномочия одним семилетним сроком. Причем президент признался, что эту идею он высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. Новый многопартийный парламент, выборность Акимов, возрождение Конституционного суда – все это элементы глубоких политических преобразований. Предельно откровенно Касымжамар Токаев ответил и на вопрос журналиста о двоевластии. Скажу больше, эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса, потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или тандема. Помните, наверное, заявление ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Ельбасе стоит выше президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну. Плачевное состояние ТЭС и ЖКХ – еще одна проблема, ставшая хронической. Сегодня изношенность топливно-энергетического комплекса достигает 80%. Сложность ситуации в том, что все это накапливалось годами и заставляет задуматься о состоянии энергетической безопасности страны. Наиболее оптимальным решением проблемы ведется строительство атомной электростанции. Но последнее слово в этом вопросе остается за народом. Поэтому, понимая значимость, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. О том, что решения по наиболее важным для народа проблемам будут приниматься посредством референдумов, было заявлено еще в предвыборной платформе, с которой я шел на выборы в 2019 году. Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов за и против, для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа. Учтут мнение граждан и в противодействии семейно-бытовому насилию. Президент поддерживает ужесточение наказания в этой сфере. По его поручению уже ведется системная работа. В парламенте работают над законопроектом, в котором предусмотрены новые эффективные меры по противодействию семейно-бытовому насилию. Я выступаю за укрепление принципа закон и порядок, поэтому хочу четко и однозначно заявить, поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено. В этом сомнений быть не может. Вместе с тем, важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, нулевой терпимости к любым формам агрессии и насилия. В Конституции записано, черно-бабелому, что источником власти в нашей стране является народ Казахстан. Поэтому это, естественно, президент будет прислушиваться к голосу народа в стране. Для того, чтобы был закон и порядок, должна быть четкая вертикаль власти. Конституция обозначена, что президент является проводником внутренней и внешней политики республики Казахстан. Поэтому мы должны понимать, для того, чтобы сохранить целостность нашей страны, народ, население, общество должны быть способными сплачиваться вокруг государственных ценностей. В интервью президент назвал достижимой целью удвоение объема национальной экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Приоритет в этой работе – реальное благополучие граждан. У Казахстана огромный потенциал. То есть у нас девятая страна в мире, которая набита всякими очень полезными вещами. Раз. У нас второй фактор – это, конечно, растущее население. Растущее молодое население, которое… Плюс мы знаем, что у нас достаточно разнообразная рабочая сила. То, что мы говорим, что 100 наций в Казахстане – это создает те же возможности. Поэтому третий фактор, конечно, у нас сейчас и происходит такая в нашем регионе мира – определенная перестройка. То есть те санкции, которые на Российскую Федерацию наложены, они определяют перестройку логистических маршрутов, производственных цепей. Сейчас ситуация меняется, поэтому это открывает возможности для нас, для развития производства. Ну и уже такие более долгосрочные тренды. Касым Жамар Токаев призывает казахстанцев фокусироваться на долгосрочных целях и не терять из виду стратегические национальные ориентиры. У народа должно быть единое понимание, какой сложный путь был пройден и к чему нужно стремиться, считает президент. Раван Колыбаев, Булата Абдулин, 24 Кизя.